Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games и это третья серия прохождения игрушки под названием Prehistoric Kingdom. Собственно, почитав ваши комментарии под прохождением второй серии, я немножко пораскинул мозгами и сегодня мы немного переоборудуем наш парк. Кстати говоря, перед началом прохождения третьей серии, я бы вам хотел рекомендовать сообщество Prehistoric Kingdom в группе ВКонтакте, которое поможет своевременно держать вас в курсе последних новостей проекта, отвечать на вопросы в комментариях или непосредственно в сообщениях сообщества. Имея связь с разработчиками проекта, вы сможете получить точный ответ на вопросы, касающиеся дальнейшего развития и планов игры. Собственно, все ссылочки в описании будут под видео. Обязательно вступай в эту группу. Ну что же, друзья, это третья серия прохождения Prehistoric Kingdom. У нас вышло небольшое обновление. Тем, кому интересно, обязательно зайдите в сообщество Steam, почитайте обновление, по-моему, под кодовым названием 5. Ну, что я не видел во второй серии, это то, что не было, по-моему, статистики гостей нашего парка. И это даже очень круто. Я еще заметил, что наши финансы даже очень ничего стали расти. Где-то мы зарабатываем около, наверное, приблизительно 30-50 тысяч долларов в день. Может быть, даже чуть больше, и это классно. И рейтинг нашего парка возрос почти на полторы звезды. Кто-то в комментариях мне писал, чтобы я переселил вот этих милых травоядных под названием протоцератопсы и насутоцератопсы, разделил их и построил им отдельные убежища. Отдельные им загоны. Ну что же, наверное, в этой серии попробуем это сделать. Так, ну, для начала, что я хотел сделать? Давайте я вам покажу. Я произвел некоторые раскопки, которые вам очень, надеюсь, понравятся. Собственно, я произвел раскопки пситакозавра в Китае. Естественно, мы сегодня заведем этих милых зверьков. Давайте покажу вам. Вот. Пситака. И у нас есть еще один интересный зверь кайнозойского периода. Обратите внимание, посмотрите. Это целодонты. Род вымерших млекопитающих из семейства носороговых, которые обитали на территории Евразии в промежутке от 4 миллионов лет назад до примерно 10 тысяч лет назад. Да, я их уже изучил. И сегодня мы попробуем построить им отдельный вольер. Я надеюсь, что даже, скорее всего, в разы рейтинг парка вырастет. Гостей станет намного больше. И мы будем получать больше финансов. Да, что, по-моему, интересное произошло с последним обновлением. Так, вот такое меню исследования. Как по мне, это очень даже круто. Так что обязательно приобретайте игрушку под названием Prehistoric Kingdom. Мы будем следить за ее развитием. Так, ну ладно. Что же. Кто-то мне еще также писал, что в меню... То есть, давайте мы зайдем сейчас в лабораторию. Доступ в лабораторию генетики. Да, совсем забыл сказать, что мы еще исследовали вот такого маленького Сейлота... Сейлота Зауруса. Ну, как по мне, это, скорее всего, какой-то анкилозавр. Я не знаю. Так, кто-то мне подсказывал, что можно, в принципе, при выборе динозавра, либо другого животного, смотреть его, знаете, как правильно сказать, наверное, короче говоря, сколько ему требуется квадратных метров для хорошего проживания и всего прочего. Давайте посмотрим. Так. Минимальный размер 4000 квадратных метров. Ага, вот это даже очень интересно. Я почему-то сразу не обращал на это внимания. Ну, хорошо. Так, ну, первым делом, давайте сегодня у нас пситакозавры, целодонты и вот эти вот... Можно я их буду называть анкилозавры? То есть, три, блин, отдельных вольера, которых я должен буду построить. Кто не видел, да, наверное, никто не видел, я здесь разместил солнечную батарею. Ну да, это вне записи было. Я увеличил, так сказать, площадь нашего энергопотребления. Ну и, собственно, наверное, давайте сразу же, почему бы нет, доступа к лаборатории генетики. Пускай у нас эти животные будут выведены. 115 тысяч долларов. Создадим самку. Самку целодозавра. Ну да, это не совсем анкилозавр, конечно, без знаменитого огромного шара на хвосте. Так, создадим небольшое семейство, наверное, пситакозавров. К сожалению, у нас, по-моему, только самки изучены на том месте, где я устраивал раскопки. Так, ну, пару самочек. Давайте три самочки. Пускай будет большой изобилие этих животных. Так, и одну самку целодонта. Ох, могучее большое животное. Я не знаю, конечно, какие биомы ему понадобятся. Наверное, какие-нибудь снежные. Но да ладно. Так. Что у нас по вольерам? Пока у нас идет исследование. Так. Целофизисы. Благополучие, пропитание, голод, голод, жажда. А что их не устраивает? Я вроде бы поставил хорошие кормушки. Давайте посмотрим по вольеру. Экспозиция. Так. Ну, давайте прямо нажмем на целофизиса. Экспозиция. Вольер. Заполненность. То есть, да, конечно бы, я бы сделал бы шире эти все вольеры. М-м-м-м. Ладно. Хорошо. Что у нас по этим вольерам? У нас здесь, кто смотрел первую и вторую часть, насутоцератопсы и протоцератопсы. Семейство протоцератопсов. И один, по-моему, одинокий насутоцератопс. Так. Давайте, во-первых, почистим вольер. Благополучие плюс 67. Это прекрасно. И построим новые загоны. Металлические. Так. Подождите. Я что-то немножко не понимаю. А я вот что не понимаю. Вернее, я понимаю. То, что с приходом данного обновления... Давайте сейчас вам покажу. Нам придется исследовать, по-моему, новые загоны. Да, и все прочее. Смотрите. Да, как я и говорил. Исследования. Теперь нужны исследования. Теперь не просто так. Ты зашел в любую инфраструктуру, сооружение и прочее. Нажал, купил, что тебе надо. Тебе нужно потратить на это очки исследования. И, собственно, деньги. Блин. Ну, как по мне, это, конечно же, круто. Да. Не просто так. Как в песочнице. Ты взял, построил все, что тебе надо. А именно ты исследовал. Ты добиваешься своей цели. Ну что же. У нас ровно минута. Давайте дождемся. И посмотрим, какие загоны у нас будут. И что-нибудь сейчас придумаем. Так. Ну что же. У нас прошли некоторые исследования. И нам доступен вот такой вот базовый забор из стальных стержней. Да. Собственно, в прошлой серии мы прямо-таки почти без всяких заморочек построили пару загонов. И все было прекрасно. Ну что же. Давайте построим небольшой загон. Так. Где мы его расположим? Самое главное, делаем упор на деньги. На наши финансы, которыми мы пока можем обладать. И это очень хорошо. Так. 3 500. 2 800. Ну, я думаю, слишком много финансов, конечно, на это не уйдет. Дабы построить отдельный вольер. Не знаю, встрою я или ставлю их правильно, ровными. Из меня, конечно, инженер такой себе. Ну, примерно так. Ну что же. Отлично. И теперь мы переместим на сутоцератопса. Да, пускай он живет в отдельном вольере. Я не знаю, как это будет влиять на протоцератопсов. Но, скорее всего, с таким видом динозавра он будет без такого, вернее, даже немного приятнее ощущать себя. Да и самому на сутоцератопс будет даже комфортнее, скорее всего. Так. Уничтожаем все эти деревья. Они нам больше не нужны. На сутоцератопс. Так. Что у нас по вольеру? Благополучие. Здоровье. Отлично. Пропитание. Кормушки. Нам нужны кормушки. И сейчас мы их обязательно поставим. Так. Уход за животными. Кормушки. Так. Кормушка с овощами. Прекрасно. Нам нужна вода. На сутоцератопс, конечно же, не может без воды. Куда же там? Любое животное не может без воды. Так. Уменьшаем размер. Дизайн чуть поменьше. И давайте теперь отталкиваться. Так. Вода, лес. Вот. Так. Стойте. Это я поднимаюсь в землю. Давайте сравняем. Господи. Уменьшим. Отлично. Я думаю, возвышенности он не очень сильно любит. Да. На сутоцератопс очень любит воду. Водные биомы. Так. Что у него по растительности? Тропический. И водно-болотные угодья. Давайте тропические поставим. Так же уменьшим. Ого. В разы вырос комфорт. Это классно. Что-нибудь поменьше. Плотность меньше. Размер. И, кстати, интересно. Деревья со временем здесь вырастают. Ну что же. Лес. Так. Нужно еще уменьшить биом. Ну вот так уже более-менее, кстати. Благополучие должно, по идее, вырасти со временем. Я не знаю. Сейчас, короче, посмотрим. Так. Хорошо. Ладно. Далее. Давайте проведем дорогу, чтобы посетители проходили к этим местам. Отлично. Так. Инфраструктура. Где у нас... Где у нас информационные таблички? Мне кажется, я ищу их каждую серию. Во, кстати, да. Самое интересное. Им нужны подстилки. Чтобы животные так же там лежали, отдыхали на них. Давайте вот так сделаем здесь одну подстилку. Накидаем нашим маленьким... Посмотрите, какие они милые. Протоцератопсы. Я в них влюбился с первой серии. Так. Информационные таблички. Отлично. Так. Носу-то цератопсы. Прекрасно. Прекрасно. У нас, кстати, уже инкубированы новые животные. Так. Мне кажется, здесь я уже сделал все, что нужно. Мы переселили животных. Кормушки. Опять нужно заполнение. Наши животные так много едят, что... Мне кажется, я, скорее всего, разорю свой парк. Нежели я что-то улучшу. Так. Хорошо. Очищаем. Делаем новые загоны. В принципе, пситакозавры, они... Наверное, не настолько прям агрессивные какие-то, что они смогут сбежать с наших вольеров. Так. Давайте приступаем к строительству. Площадь берем больше. Да, кстати, надо будет проверить, насколько им хватает места для их жизни нормального такого обеспечения, скажем. Кто-то у нас бушует. Кто у нас там бушует? Илон, ты чего? Кстати, да, у него кличка Илон, вы не поверите. Доступ в лабораторию. Ну что же. Давайте, наверное... Будем сейчас заселять сюда пситакозавров. Маленькие пситакозавров. Маленькие пситако. Блин, какие они милые. Они очень даже классные. Посмотрите на них. Наши пситакозавры. Ну что же. Им нужны также кормушки. Кормушки наполнены. Нужна вода. Так, информация о животных. Нам нужна вода. Что у них по воде? Ну, не сильно они любят, конечно, воду. Главное не переборщить. Экспозиция, кстати, растет. Ой-ой-ой-ой-ой. Переборщил. Давайте немножко уберем. Ну, примерно так. Еще одну воду. Еще одно озеро. Вот, прекрасно. Так, умеренный лес и прибрежный лес. Так, что у нас там по этому? Давайте посмотрим. Прям что-нибудь поменьше. Куст, кустиков каких-нибудь накидать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну так, поодиночке. Отлично. Куда же пситакозавр полезет на такую большую саквою или как ее там? Побольше пальм маленьких. Отлично. Отлично. Прям прекрасно. Растительные биомы. Посмотрите. Прибрежные биомы. Они прям обожают их. Послушайте, как они щебечут. Невероятно классно. Так, ну что же. Наши пситакозавры готовы. Они рады. Они довольны своему биому. Ну, благополучие со временем, я думаю, должно вырасти. Они только начинают привыкать к новому месту, так сказать. И здесь также нужно разместить информационное табло. Давайте вот такое небольшое. 550 долларов. Я думаю, этого хватит. Охват достаточно большой. Охват почти всего парка, который у нас уже есть. Информация. Пситакозавры. Прекрасно. Так. Вот здесь мне не нравится то, что у нас информационное табло, по-моему, включено на носу Тацератопса. Но его здесь уже, как самого, нету. Если переключим на протоцератопса, сколько даст это нам количество информации? Наверное, больше. Ладно. Что ж, прекрасно. Наверное, надо ждать следующего дня. Смотреть, сколько будет посетителей. Насколько увеличится объем. Так. Что у нас на очереди? Доступ к лаборатории генетики. У нас остался маленький шеледозавр и целодонт. Вот так. Ну что же, давайте, наверное, сделаем нашего маленького анкилозавра. Ну, как я с самого начала ролика выразился, да? Анкилозавр. Так. Загоны. Что-нибудь побольше я бы, конечно, бы сделал, нежели маленький забор. Ну, давайте примерно вот такой. И где-нибудь, наверное, на входе. Вот здесь. Разместим. Может быть, взять вот так расстояние. Вы потом увидите, для чего я это сделаю. Я где-нибудь здесь поставлю какие-нибудь скамейки. Либо столики, чтобы наши посетители, знаете, отдыхали, сидели и слюбовались на виды тех животных, которые у нас уже есть. Так, проведем здесь дорогу. Да, отлично. Немножко вот так. Экстравагантная такая дорога будет. Прекрасно. Так, ну что же. Можно размещать. О, у нас нет электричества. И нам, 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 нам. Стойте. Давайте поставим еще одну ветряную турбину. Да, все-таки объемы загонов увеличиваются. Простите. Потребление также растет и все прочее. Так, 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 так. Что у нас по животным? Сейчас, секунду. Ну что же, давайте взглянем на вольер нашего целедозавра, которого мы разместили в новом загоне. Так, я поставил все, что ему нужно для хорошего благополучия. Я поставил ему замороженные фрукты, кормушку с овощами, разместил всю ту необходимую растительность, которая нужна ему для его хорошего проживания. Все его биомы. И посмотрите на его благополучие. Благополучие плюс, наверное, 70 точно. Кстати говоря, как оказалось, пситаказаврам, давайте взглянем на них, где они у нас, пситаказаврам нужны были также замороженные фрукты и термитники. Обратите внимание на их благополучие. Ну и посмотрим на нашего носутоцератопса. Благополучие, как я и говорил, также выросло в разы. Плюс я ему поставил замороженные фрукты, да. Он просто, оказывается, обожает ковыряться в этих огромных глыбах льда, выковыривать оттуда различные груши, яблоки и все прочее. Короче говоря, все довольны, все насыщены. Так, ну что же, нам нужно опять наше информационное, блин, табло. Мне кажется, мы больше тратим времени на это. Давайте поставим целедозавры. Такс, отлично. Отлично, прекрасно. Я надеюсь, что на следующий день статус нашего парка очень должен возрасти. Хотя бы я жду две звезды, две полноценные звезды. Постоянно приходится чистить вот эти вот ихние вольеры. Это меня очень напрягает и тратится огромное количество денег. Ну, по крайней мере, ниже мы не уходим. В минус мы не уходим, а уже полтора звезды. Это прекрасно. Ну что ж, у нас остался только, по-моему, наш... Давайте посмотрим. Да, целодомт. Остался только один целодомт. Ох, я даже не знаю. Это, наверное, будет что-то сверхтяжелое. Ну что же. Такс, что у нас по заборам? Что-то большее, наверное, ему нужно. И тратить на это целый миллион. Блин. Ну, собственно, это не очень большое животное. Поэтому, наверное, для него хватит и второго загона. Где-нибудь, наверное, давайте вот здесь вот примерно разместим. Блин. Хотелось бы поставить здесь пару кафе. Ну ладно. Там, по-моему, 4000 квадратных метров. Я думаю, вот это вот будет слегкой для него, для нашего целодонта. Можно даже захватить водный биом. Почему бы нет? Отлично. Ну что же. Давайте выпускать его. Давайте выпускать наше новое животное. Ну что же, друзья. Посмотрите, какие условия мы создали для нашего целодонта. Какую пещеру для него мы поставили. Это прямо-таки идеальное для него убежище. Обратите внимание на почву. Мы раскидали здесь снега. Так как данное животное проживало в такой холодный период. И наш целодонт прямо-таки вообще прям очень даже себя чувствует на 100%. Природа ему нравится на 100%. Это очень классно. Так, ну что же. Как и говорил, у нас количество посетителей уже выросло. 219 человек. И вы не поверите. Только что было 2 звезды. Так, давайте почистим все вольеры, все кормушки. Наполним для наших животных. И добьемся все-таки 2 звезд. Так, сейчас я поставлю еще кафе для посетителей. Как я и говорил, хотелось бы вот здесь вот поставить скамейки, чтобы люди сидели. Так. Солома. Может быть кому-то соломы надо накидать. А, пситаказаврам, наверное, чтобы они мило здесь разместились. Лежали на ней, грелись и все прочее. Так, малышам целофизисам. Так, кафешечка, кафешечка, модуль торгового автомата. Давайте, наверное, вот такой вот небольшой киоск питания. Достаточно много будет охватывать. Да, вот так вот, прекрасно. Будет небольшая прибыль от продажи гамбургеров и прочего. Ну что же, 2 звезды. Я жду 2 звезды. Ну, почти. Давайте будем считать, что почти мы добились уже чего-то большего. Так, а почему наш целодонт? Зачем ему пещера? Конечно, с соломой. Такое хорошее благополучие, когда можно валяться просто в снегу и не париться ни о чем. Короче говоря, ладно, давайте на этом нашу третью серию закончим. Если вам понравилось, обязательно пальчик вверх. Подписка на канал, для тех, кто не подписан. Ну и, собственно, советуйте, что нам нужно делать. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в 4 серии. Пока что, к сожалению, для разведения больших динозавров нам не хватает огромных финансов. Но мы постараемся их обязательно накопить. И будем только расширять наш парк. Ну что же, всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok